Всем привет! Сегодня у нас небольшой офф-топ. Вы меня давно спрашиваете, как стать админом, что это значит, что должен знать админ вообще. И я наконец решил добраться до этой темы и записать небольших несколько уроков на тему того, что такое системное администрирование вообще и как становиться им админом этим и вообще стоит ли. Пробегусь с вами по небольшой презентации. Сегодня поговорим в основном об аппаратной части. Если у вас будут дополнения, скорее всего будут и вопросы, вы дописывайте их, пожалуйста, к видео. Я буду эти вопросы, наверное, до следующих видео тоже освещать, потому что я могу что-то забыть, что-то сказать, например, так, что вы будете не согласны. Прежде всего мы должны с вами определиться с тем, что есть на самом деле в интернете очень много различных статей на тему системного администрирования. И то, что я здесь рассказываю, это исключительно мое мнение, но я все-таки посовещался, пообщался с другими айтишниками. Кроме того, я в этой сфере работаю уже лет 10. Сам брал на работу админов, сам устраивался на работу админами и знаю кучу хороших админов, хороших компаний, где админы нормальные работают. Значит, есть много точек зрения, но все-таки нормальные люди предпочитают брать на работу адекватных людей, обучаемых, контактных, нормальных. То есть даже если у человека есть опыт, но он при этом какой-нибудь лохматый психопат, найти работы он будет тяжело. Его, конечно, могут взять на какую-нибудь там 15-ю линию поддержки, где он никогда не будет общаться с людьми и будет ковыряться в серверах каких-нибудь, в Linux-шлюзах, но все-таки админ должен быть контактным, адекватным человеком. То есть надо с этим обязательно определиться. Есть компании, где большой IT-отдел, и там IT-шники не являются такой прослойкой между бизнесом и IT-технологиями. Но чаще всего админ все-таки является таким посредником от бизнеса, посредником от IT, то есть. И поэтому должны с людьми разговаривать и с какими-нибудь замороченными IT-шниками тоже передавать им информацию. Кроме того, как бы сейчас стали уже понимать все всякие IT-директора и просто директора, то что админы это люди, которых, во-первых, работа очень такая стресс-вэ, потому что админы, как правило, выступают и работают только тогда, когда что-то ломается и рушится, и чаще всего это непредвиденная ситуация. И поэтому админы должны быть очень стрессоустойчивы. Соответственно, админы также это люди, которые привыкли принимать какие-то самостоятельные решения, от которых очень много зависит, это самостоятельные сотрудники, и им чаще всего нужно уделять отдельное внимание. Я как раз на организации службы технической поддержки, я читаю лекцию такую в своем ВИМ МТИ, и там мы с ними прямо разбираем психотип системного администратора, из него видно, что это самостоятельный человек, которому нужно отдельное отношение, но при этом он очень лояльный, немаловероятно, что будет гадить на зло. Но это не тема сегодняшнего нашего вообще слайда и презентации, поэтому просто определимся с тем, что админ это адекватный контактный человек, самое главное уметь общаться с людьми, а опыт и это все обучаемость, оно приходит, это не страшно. Если все же говорить об опыте и о каких-то знаниях, то их условно можно разбить вот на следующие зоны, так скажем. Значит, первое это знание аппаратной части, то есть что с чем оптимально работать, там как поставить дрова, что закупить, затем знание клиентских операционных систем, то есть это основные настройки рабочих станций и операционных систем для рабочих станций, затем знание какого-то клиентского программного обеспечения, которое ставится на обычные рабочие станции, отдельно выделяем базовые сервные технологии, это Active Directory, DNS, DHCP, TFTP, RDP, файловые службы и так далее. Затем знание техсетевых технологий, это маски сети, маршрутизация, фильтрация, переадресация и так далее. И отдельно идет специализированное программное обеспечение и вообще разные специализации, это SQL, почтовые сервера SharePoint, веб-сервера CISC, виртуализация, могут быть какая-нибудь IP-телефония, астеристки и так далее. Но это отдельные требования и требует отдельной квалификации. Сразу определимся, что всякие администрирования 1С, продвижение сайтов, калибровка принтеров, пайка систем видеонаблюдения и прочие извращения мы не рассматриваем. Это, конечно, часто любит нагружать в маленьких компаниях такие задачи на админов, и вы можете этим заниматься, если за это платят деньги, и в принципе вам это не прийти, это даже может быть интересно, но это к системному администрированию имеет такое маленькое отношение. Вообще говоря, о системных администраторах бывает несколько специализаций, и эти специализации вы можете почитать на Википедии, я вам ссылку на видео, на статью на Википедию брошу, там расписано, чего именно бывают системные администраторы. Мы сегодня разберемся исключительно с верхней частью, с аппаратной частью, и потом по видео я сниму по каждым следующим вот этим вот сферам знаний. И сразу же в первом видео определимся, то что у нас админы, ну их можно разбить, так скажем, на три категории. Первая категория у нас иникещик такой, который умеет, грубо говоря, собирать какое-то политорское железо, простенькие сервера, подключать к периферию, сетевое оборудование, то есть в принципе поддерживает малый офис, или бегает под руководством каких-нибудь старших товарищей в крупной сетке и не вылезает никак в серваки. Затем у нас идет как бы такой полноценный системный администратор, который умеет уже, в дополнение к тому, что умеет иникещик, собирать, апгрейдить, администрировать какие-нибудь сервера серьезной аппаратной конфигурации, организовывать офис с нуля и управлять топологией сети в целом. И отдельно у нас идут админы высокого уровня, которым как раз больше всего платят. Они у нас занимаются автоматизацией, поддержкой крупных информационных систем. Вообще, если говорить применительный энергожелезо, о котором мы сегодня говорим, это такие solution-архитекторы, которые знают, какая аппаратная часть будет вести себя под какими-то нагрузками. Они обычно работают у нас в дата-центрах, IT-консалтингах, крупных интеграторах, часто имеют специализацию в области каких-то аппаратных решений. То есть, по идее, к ним надо стремиться, у них очень интересная работа, им хорошо платят, и если мы развиваемся в области железа, вот solution-архитектор – это то, кем желательно становиться. Теперь по каждому из них. Значит, иникейщик, что он должен уметь? Вообще, наверное, я еще сделаю какое-нибудь вам на сайте, доберусь, тестирование такое, чтобы можно было проверить свои знания в каждой области и попроходить собеседование. Но, условно говоря, я сейчас вам делаю все-таки такие вводные видео. Значит, иникейщик должен понимать совместимость железа для того, чтобы собирать компьютеры. Это там сокеты процессора, какие-нибудь PCI-Express, дополнительные платы USB, какие планки памяти поддерживаются, для чего нужна термопаста. То есть такие базовые вещи, чтобы можно было собрать компьютер и проапгрейдить его, чтобы понимать, какая железка к чему подходит. Также с выбором периферии нужно понимать, какие бывают, допустим, интерфейсы связи, какие бывают подключения, допустим, для того же самого монитора, DVI, HDMI, DisplayPort. Нужно понимать, что есть такие порты, как External SAT, USB 3.0. Нужно знать, как связывать железо между собой, такое базовое, офисное, которое может пригодиться. Затем отдельно идет у нас управление BIOS, ну или как в современных материнских платах у нас место BIOS уже UEFI. Нужно знать основные вещи. Собственно, как этот BIOS обновлять, как выбрать в нем устройство для загрузки, как отключить там загрузку по сети, как работает защищенная загрузка эта функция UEFI, и, например, как включать функции виртуализации процессора. Ну это все простенько. Если кто не знает, задавайте вопросы, я вам буду прямо в комментах бросать ссылки на решение. Затем отдельно нужно понимать работу с рейд-массивами, потому что у нас на икейщик тоже бывает иногда добирается до рейдов. Рейды, если кто не знает, это многодисковые конфигурации, и нужно уметь создавать эти многодисковые конфигурации, там с каким-нибудь диском для горячей замены, делать ребилд и понимать, что такое работа с кэшем при создании рейд-массива. Затем работа с драйверами. Это тоже имеет отношение к аппаратной части. Нужно уметь находить оригинальные драйверы, потому что очень часто админы начинают качать где-то в Гугле, в Яндексе, находить какие-то непонятные драйверы, хотя всегда драйверы есть на сайте производителя. То есть нужно знать, что есть сайт производителя, и дрова качать оттуда. Кроме того, нужно с этими драйверами уметь работать на самом компьютере, то есть, например, находить ID-оборудование в диспетчере задачи. Если у нас есть какое-то неопознанное оборудование, зачастую винда не может поставить дрова на диски, тоже вы не поняли, что нужно ставить, вы можете посмотреть ID-оборудование, по ID-оборудованию уже в Гугле нагуглить нужные дрова. Такое тоже бывает иногда нужно сделать. Нужно уметь, соответственно, дрова откатывать, удалять, отключать устройство, включать устройство, как в Linux, так и в Windows. Но будем условно говорить то, что у нас в российских реалиях иникейщик редко знает, что такое Linux, поэтому мы иникейщика сейчас особенно не грузим Linux, но и вообще мы сейчас говорим только об аппаратной части. И тут у меня отдельный идет еще расчет электропитания. Нужно понимать, как выбирать блок питания, нужно понимать, какое устройство сколько жрет и хватит ли ему какого-нибудь слабенького 350 Вт, или нужно 500 Вт, 600 Вт и так далее. И сюда же нужно, наверное, расчет источников бесперебойного питания. Нужно, во-первых, знать то, что есть у нас три вида источников бесперебойного питания, понимать, по какому принципу они разделены, и как рассчитывать на обрузку. И тоже учитывать то, что чаще всего в характеристиках блоков, блоков и источников бесперебойного питания у нас указываются характеристики вольт-амперах, а мы меряем обычно все в ватах. Нужно знать, что коэффициент перевода. И отдельно, опять же, к аппаратной части, наверное, можно отнести протяжку сети. Нужно понимать, как обжимаются провода, почему, что такой кросс-кабель, что такой обычный кабель, уметь там провода банально стягивать стяжками, класть их в гофру, понимать, для чего нужна патч-панель, красировать в нее уметь, и понимать разницу в розетках, что такое обжать по А и обжать по Б. Далее, системный администратор обычный, то есть наш админ широкого профиля, в дополнение к некейщику, он должен уметь собирать уже сервера. То есть он должен понимать, во-первых, нюансы использования твердотельных накопителей, для чего нужны SAS диски. Может, кстати, он работать и с рабочими станциями, уметь выбирать, допустим, видеокарточки, оптимальные для автокада. Должен понимать вообще, в принципе, выбор параметров видеокарточки, потому что видеокарточки обычно указывают только объем памяти, а у нее там еще ого-го параметров, и объем памяти совершенно не самый важный. Там битность, куча всего. Далее, с памятью оперативно, если разбираться, нужно знать, что такое канальность памяти, как лучше распихать планки памяти в материнскую плату. Иногда нужно знать о таймингах памяти, чтобы выбрать оперативку для какой-то нашей задачи. Ну и опять же, работать с дисками. То есть это уже админ собирает не только рабочие станции, но и крутые какие-нибудь рабочие станции для инженеров, каких-нибудь, и серверные решения. Кроме того, он у нас должен справляться с поддержкой какой-нибудь сложной периферии, каких-нибудь плоттеров, сканеров, штрих-кодов, сетевых принтеров, которые нужно подключить, не знаю, на Mac, какие-нибудь контроллеры для Linux. Далее, отдельно у меня здесь выделена настройка образов системы, это не кейщиков, мы этого не просим, а степный администратор должен уметь создавать свои образы установочные, например, той же самой винды, и уметь туда интегрировать, в частности, драйвера устройств. Например, как отдельно создавать себе какую-нибудь флешку с установочным носителем, так и, допустим, в SUS загонять себе установочный образ с этими всеми дровами. Ну, можно же сюда запихнуть еще обновление встроенного ПО для чего угодно, то есть у нас обновляется BIOS, например, не только на терминской платы, но еще все накопительные информации у нас тоже, между прочим, обновляются, как и SSD-накопители, так и обычные какие-нибудь наши HDD-накопители, жесткие диски, обычные, их тоже можно обновлять в прошивочку. Далее у меня здесь написано «Организация сервенного помещения». Опять же, системный администратор у нас – это человек, который, грубо говоря, админит уже крупные офисы, то есть если не кейщик у нас, допустим, поддерживает малый офис какой-то там, ну, машин на 30-50 и парочку серваков, то системный администратор – это тот, кто уже у нас умеет поддерживать сеть, скажем, до 200-300 компьютеров с несколькими десятками серверов. И, соответственно, он должен уметь организовывать сервенные помещения, то есть подбирать сервенные шкафы, они бывают разные, организовывать там вентиляцию, организовывать там охлаждение, влажность помещений и так далее. Отдельно у меня здесь тоже идет расчет LVS, то есть уже такой админ такого более широкого профиля, он должен уметь выбирать сетевые устройства, он должен знать то, что коммутаторы бывают, например, нескольких уровней, они работают на нескольких уровнях моделей TCP IP, они могут быть стекируемые, не стекируемые, управляемые, неуправляемые. Нужно уметь рассчитывать покрытие, допустим, связи, когда нам годится Wi-Fi, если нам годится Wi-Fi, какой нам нужен стандарт, как нам раскидать эти точки доступа, допустим, по зданию, с бетонными перекрытиями, с деревянными, чтобы везде было все нормально. Должен знать о куче систем мобильного трафика, там радиосвязь, спутниковая связь, если ему нужно где-нибудь на льдине, какому-нибудь дрейфующему геологу сделать связь. То есть это тоже, по идее, должен знать обычный системный администратор, но как необычный, и вот этот широкого профиля. И он должен уметь рассчитывать сегмент сети для каких-то таких хитреньких решений, когда нам, например, нужно протянуть сетку из нашего центрального офиса куда-нибудь на склад, а склад находится в километре через поле какое-нибудь, и тут нужно экспериментировать, что выгоднее. Если прокладывать, скажем, обычный кабель, то сигнал будет затухать, может какие-то повторители покидать, можно попробовать сделать направленный Wi-Fi, можно попробовать протянуть оптику. То есть это тоже, по идее, уже область действия системного администратора нашего широкого профиля. И отдельно у нас идут специалисты в области администрирования, такие, вот здесь уже написал, суперадмин, но это именно solution-архитекторы какие-то в плане нашего железа. Тут нужно уже четко разбираться в нюансах работы комплектующих, то есть знать разницу, например, между чипсетами, между семействами процессоров, где какие нюансы, где какие плюсы и минусы. Уметь устанавливать аппаратные средства мониторинга и плагины мониторинга, например, ставить плагин, который будет проверять состояние жестких дисков в каких-нибудь системах виртуализации типа VMware, ESXi, или, например, какое-нибудь аппаратное средство мониторинга типа Watchdog, который будет следить, повисла система или нет, если повисла, банально ее перезагружать резетом. Точно так же нужно знать об аппаратных средствах автоматизации, но здесь уже вообще отдельно сложно, уточнять я не буду. Затем, ну, и такие админы, которые умеют управлять отдельно с HD-шкой, это тоже уже высокая квалификация, я их в России знаю, таких мало. Также админы должны уметь разбираться и уметь контигурировать свои Blade-системы, это один из способов организации серверной системы, собрать ее на базе Blade таких платформ. Затем он должен уметь разбираться в кластерных конфигурациях, то есть уметь построить кластер, понимать разницу между кластерами, организовать собственный кластер, управлять кучей брендованных серверных решений, но это уже специализация идет конкретная, то есть если, допустим, туда, куда устраивается работать суперадмин, используется решение, скажем, IBM, Dell, HP, Cisco, то он как раз должен разбираться и ориентироваться именно вот в этих аппаратных решениях от этих производителей. Ну и в частности на него уже может ложиться серьезная такая работа, как, например, протяжка оптики через весь город. Вот у меня был студент один, который рассказывал, что он в Рязани работает на каком-то заводе, у них через всю Рязань протянута своя оптика по канализации, то есть там очень интересные отдельные такие проекты. То есть такие суперадмины, они у нас работают чаще всего в центрах обработки данных, в крупных, в каких-нибудь IT-консалтинговых, IT-аутсорсинговых конторах или в IT-отделах каких-то крупных таких предприятий, не знаю, тяжелой промышленности, банков и так далее. Неожиданно много получилось болтовни, при этом ничего руками не поделали, за это я прошу вас прощения, не люблю я так много разговаривать, но надеюсь, что с аппаратной частью мы вопросы закрыли. Я, наверное, думаю, даже сейчас запишу, после того, как разберемся с вот этими вопросами для СИС-админа, несколько лекций по железу, я все равно их введу и думаю, вам тоже смогу рассказать. Там интересно, у меня есть и исторический подход, и многие нюансы, которые не знают современные наши админы, работающие с железом в том числе. Рад буду любым комментарием, любым уточнением. Надо нам с вами разобраться все-таки, как проверять админы и как выращивать админа с нуля до Солюшн-Архитектора. Спасибо, что смотрели.